27 августа, суббота. День все еще с высоким энергетическим фоном, поэтому надо совладать со своими эмоциями, как обычно. Нужно действовать аккуратно, потому что если этот день раскроется как пустота, то все ресурсы могут обнулиться в один миг. Чтобы этого избежать, можно найти некое истинное качество. Задуматься, есть ли у вас какая-то уникальная черта, которая выгодно отличает вас от других людей. Можно также задуматься, есть ли у вас лидерство, нужно ли оно вам. Если да, как его развивать, как упрочнить это. И день, соответственно, влияет на все эти вещи. Иксограмма дня радость советует, что любое дело сегодня надо совершать именно с таким настроением. Тогда дальнейшие перспективы будут вам понятны и достижимы. Солнышко по дизайну человека находится в 59.5 в экзальтации. Единство – дар оживлять отношения. Считаясь с потребностями других, вы усиливаете близость благодаря любви, уважению и сексуальности. Вы обладаете мощной притекательной силой, поощряющей людей находить пути к заивному согласию и единению. Реализуем через 59.5. Наставничество – понимать, какие люди вас окружают. Ваша внутренняя гармония гарантирует и вам, и окружающим щедрость, духа и изобилие. И это праздник – день сексуальности и соблазнения, праздник близости. Но важно, чтобы это было по обоюдному согласию. Поскольку это суббота, день Сатурна, я немножко скажу о его положении. Дел. Он ретроградный, все еще хочет завершать какие-то дела. Не рекомендуют браться за какие-то очень-очень-очень глобальные проекты. Сейчас, да, нужно глобально доделывать те, которые есть, чтобы укрепить свое положение в обществе. Сатурн находится в Козероге. Но от этого может немножко расшатывать нашу нижнюю чакру, которая отвечает как раз за тему стабильности, базовых потребностей, страх за деньги и так далее. Вот, поэтому стараемся работать и будем получать свои ресурсы. Сатурн Акшатри Тхаништха, он также говорит про ответственность. Марс, управитель Акшатри, поддает ему огоньку и мотивации на трудоспособность, чтобы он не заскучал бедняга, потому что Сатурн такое может давать определенные темы, связанные с настроением. Я делаю, 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 делаю эти результаты. Я ничего, я делаю все это, зачем? Ну а Марс такой, раз, поддал какую-то мотивацию. Ну ладно, раз это надо кому-то, будем делать. Сатурн находится в 49.3. Информировать, находить поддержку других во время перемен. Также дизайн человека дает посыл на поиск отношений, чтобы соединить энергию на нижних центрах с энергией на верхних. Направление есть, ресурсов не хватает, желание согласиться есть, а предложение и эмоциональной готовности может не быть. Тем не менее, стараемся прийти к самореализации, выбираться, чтобы не тухнуть дома. Важно, чтобы такой день стал особенным, а не просто, как день из серии «День сурка». Творим, вносим свой вклад из глубины своей души с творческим посылом, работаем над мышлением, находимся в моменте здесь и сейчас и нарабатываем новые навыки, которые нам нравятся, которые нам, в принципе, уже знакомы. Действуем интуитивно, просто пробуем что-то делать, невзирая на ограничения, просто отпускаем их. Очень многие люди сейчас учатся танцевать, учатся какие-то языки, учатся какие-то хобби. Никого ничего не смущает, и это замечательно. При этом у нас 30-е лунные сутки, символ этого дня – золотой лебедь. Действие, любовь к жизни, крайне гармоничная энергетика. Ее важно использовать во благо себе или другим. Свет, любовь буквально разлиты в воздухе. Воспользуйтесь этим, чтобы принимать, поддерживать и распространять эти невероятно гармоничные энергии. Постарайтесь пребывать в состоянии покоя и гармонии, чем бы вы ни занимались. Вспомните о своей духовной сущности и поддержите себя, и вас будут поддерживать все окружающие, включая то, что души некоторые смотрят на нас и тоже нас поддерживают. В это время не надо начинать новые дела и даже планы строить рановато. Дождитесь начала нового лунного месяца. День благоприятствует тому, чтобы спокойно завершать начатые дела. Но не надо спешить, не надо слишком сильно стараться. Пусть все уйдет своим ходом, так как есть. Если дело готово к завершению, оно завершится успешно. Если нет, его можно отложить. Делайте все без суеты, без спешки. Замечательное время для ретрита. Без спешки что-то делать и вообще отстраниться от всего. Самое главное в этот день радоваться каждому моменту, наслаждаться жизнью, оценить даже мелочи. Будьте здесь и сейчас. Старайтесь не уноситься мыслями ни в прошлое, ни в будущее. Ищите красоту, радость, смысл во всем, что видите перед собой именно в данный момент времени. Можно воспользоваться благоприятными энергиями этого дня, чтобы привести гармонию не только в пространство своей души, но и в пространство вашего дома. Можно делать перестановку дома. Внутри себя важно брать обиды, пребывать в гармонии, согласии с миром и с собой. Для отношений день очень хороший. Щедро делитесь позитивом с близкими людьми. Неблагоприятный день для работы. Не стоит принимать судьбоносные решения. Проводить крупные финансовые операции. Коммуникации с начальством не принесут пользы. А для уборки хороший день. Очищайте дом. Можно повесить над дверью подкову. Если мы вешаем подкову, то очень важно ее повесить вот так. Это как символ полной чаши. Если мы вешаем вот так, это символ неудачи. Была такая игрушка, замечательная стратегия героя мчай магии, которую я обожала, я не знаю, больше половины своей жизни. И там можно было на каждого юнита делать это вот удачу-неудачи. Там вот эта вот подкова загоралась золотым или переворачивалась черным. В общем, на самом деле, даже упая для тех, у кого идет сады сати, приобрести подкову черной лошади и повесить ее над дверью. Это как символ того, чтобы избежать каких-то неудач сильных. Луна у нас находится в Альве и меняет созвездия. Это может быть важно, потому что в первую половину дня Маха дает нам определенное желание статуса, что-то связанное с предками поклонения предкам, возможно. Желание обрести какой-то статус. Или люди со стороны будут смотреть на вас и думать, что вот у нее есть вот это вот, вот она вот такая вот. Вот как один раз я пошла в Леруа, мне нужно было пересаживать растения, нужно было купить пакет земли. Ну, я не знаю, там килограмм, может быть, два. И я что-то где-то остановилась, какая-то девушка была грустная. Я что-то у нее спросила, и она мне говорит... Ну, она рассказывает свою историю, я ее выслышала, я ей дала советы. Она говорит, ты куда идешь? Я говорю, я иду в Леруа за землей. Она говорит, за землей? Участок покупать будешь? Почему-то мой внешний вид дал именно такую проекцию. У меня Маха Накшатар в карте есть. Вот, то есть благоприятно выступать, строить генеалогическое древо, изучать истории, древние знания. Можно повысить качество собственности, квалификации. Осуществлять карьерную стратегию, но не строить планов. Вот, также хороший момент для того, чтобы урегулировать какие-то споры и конфликты. Приобретение благосклонных людей, облеченных властью. Преподнесение особенного, изысканного подарка. Любая религиозная деятельность и особенно поклонение предков. Неблагоприятная деятельность. Выполнение рутины, обыденной работы. То есть нужно что-то необычное. Предоставление суды, займы, брать деньги в долг. Прогнозирование, планирование будущего. Прохождение медицинского осмотра. Потому что результаты могут быть неверными. В этот день могут даже приборы ошибаться. Потому что Кетул, правитель Накшатры, он что-то скрывает все время от наших глаз. Для тех, у кого есть Мака Накшатра в карте, есть один такой важный момент. Что Накшатра свирепым драмом обладает. И она может внезапно что-то дать. А потом внезапно, чтобы что-то собрать. Забрать обратно. Для того, чтобы в зависимости от того, в какой сфере жизни это произойдет, можно предположить, что может произойти. И если человек хочет получить поддержку от рода, то можно сделать определенные действия для того, чтобы скомпенсировать эту позицию. Особенно, когда человек уже сталкивался с этим. Мака, Мула или рождение в новолуния тоже дает такой посыл. Вот. Но в 17.55 Луна переходит в Пурва-Пхалгуни, которая благоприятна для деятельности, связана с убеждением, взаимодействие с органами власти. Тут ничего не меняется. Противостояние врагам верным путем. Публичные выступления, но также творчество, пение, занятия музыкой, отдых, релаксация, наслаждение. Но тут посылы же идут к романтике. Благоприятный день для больших начинаний, ответственных решений. Все, что связано с недвижимостью, покупкой и продажей, открытием бизнеса. Пурва-Пхалгуни очень связана с отношениями. Она любит такой релакс. Она любит полежать на диване, понаслаждаться как-то и так далее. Неблагоприятна для всех видов деятельности, требующих смирения и терпения. Не подходит для интеллектуальной деятельности. Нехороша для начала исцеления и лечения заболеваний. То есть вот тут вот Луна во льве. Она немножко говорит о том, что не занимайтесь здоровьем, занимайтесь своим статусом. Занимайтесь своими творческими изысками. И аффирмация такая. Я освобождаюсь от потребности быть в центре внимания. Я освобождаюсь от гордыни и эгоцентризма. И я осознаю свое достоинство. И уверен в своих силах. Я знаю, что заслуживаю уважения и любви. Я ощущаю божественную любовь, нисходящую на меня с небес. В качестве зрительного образа можно представить себе пространство, залитое золотым светом. Я желаю, чтобы этот день пришел у вас в радостью, легкостью и великолепии.